Всем добрый день! Сегодня необычный эфир, меня нет в окошке, и это запись. И сегодня я хочу поговорить о преподавании английского языка и литературы в местных школах на уровне 10 класса. Я выбрала 10 класс, потому что такая консолидация всего, что происходит в 7, 8, 9 и 10. То есть путь начинается в 7 классе, и мы нарабатываем навыки, и к 10 мы их консолидируем, и должны оперировать несколькими видами текстов, навыков, техник. И на этой платформе мы выбираем предметы на 11-12 класс. Но английский язык остается нашим главным, основным предметом, который мы несем через все годы. Единственное, что в 11-12 классе он будет делиться по уровню слабый, средний и сильный, но это уже другая история. О чем спрашивают родители очень часто? Вот что у них там происходит в этом английском языке? Потому что в России у нас языковой предмет — это русский язык, отдельно и правильно, и у нас есть литература. Местная система, кроме одного штата, если я не ошибаюсь, называет это все одним словом English Learning Area. Я выбрала схему одного из штатов, вот просто на вскидочку, потому что мне понравилась эта схема. Тут нет никаких причин, она более или менее объясняет структуру того, что происходит в этом предмете. Мы даем возможность сделать две вещи. Они называются такими словами Engage with text, что означает почитать, reading, и create text, что значит writing, написать что-то. То есть дети читают, еще это могут назвать словом view, viewing, и они потом создают тексты. То есть мы читаем, мы смотрим, и потом мы планируем и что-то пишем. Вот это основная политика австралийской программы. Но когда мы говорим слово «текст», у нас сразу возникает вопрос, что такое текст? Потому что я не знаю, что сейчас происходит на родине, но в мое время это были или стихи, или какие-то художественные произведения. Я лично не помню, чтобы мы изучали баннеры с какой-то рекламой. Я не помню, что мы смотрели какие-то документальные фильмы. Я не помню, чтобы были какие-то, господи, как они называются, plays, драматические какие-то произведения, где по ролям читать. Возможно, для какой-то сценки, постановки мы это делали, но не в ракурсе изучения языка. И я не помню, чтобы нас учили писать резюме. В австралийской программе, однако, все эти пунктики входят в программу, потому что все эти пунктики и являются видами текста. Вот все, что имеет буквочки, слова, картинки, и они двигаются, это YouTube-видео, например, или фильм, это все считается текстом. И мы эти тексты в школе изучаем. Если это TV-коммершал, допустим, какой-то рекламный ролик, или это баннер, или это какая-то бумажка с рекламой, или это кто-то разговаривает, да, sales speech, это все считается текстом. Дети учатся анализировать эти тексты, они смотрят на язык этих текстов, вот отсюда у нас и появляются вот эти все persuasive devices, про которые вы наверняка слышали. И дети учатся производить эти тексты на бумаге или в печатном виде, то есть компонент create, writing, происходит в результате. Кроме этого, следующий вид текстов — это документальный фильм. То есть, когда вам ребенок рассказывает, ну, я думаю, teenager вам уже, правда, ничего не рассказывает, но если вам повезло, и он говорит, что они смотрели какой-то документальный фильм, например, да, That Sugar Movie, или какой-то фильм Super Size Me. Нет, они-то не смотрели, потому что на улице шел дождь и было нечего делать. По этому фильму они или будут писать сочинение, или у них будет серия вопросов, на которые нужно будет аналитически ответить. То есть, это ресурс, который дается для того, чтобы наши дети что-то подумали и написали, возможно, даже ревью, да, такой отзыв о том, что они думают об этом фильме, все эти самые отзывы потом, которые вы читаете. Например, онлайн, когда вы выбираете, чтобы посмотреть. То есть, они изучают определенный вид текста. Конечно же, без фикшн никуда, наши рассказы. Это обязательно, потому что там присутствует такая важная вещь, как figurative language. Это те штуки, когда дети учатся метафорам и всем остальным аналогиям. Вот все, что бывает на русском языке, я лучше знаю, как они называются. Analogy, metaphor, simile, assinance, alliteration, anaphora и так далее. Список там, ну, наверное, штук сто, если не больше. И они учатся оперировать этим языком. Туда же входит и play, что подразумевает, в предмете драмы этого очень много. Ну, например, Shakespearean play, да, это вид текста, который попадет в эту категорию. Фильм, возможно, в виде как бы фильма, да, какая-то постановка. Это вид текста, просто он отличается, да, от рассказа, у него своя структура, там нужно понимать диалог и через диалог понимать характер героев и потом анализировать в письменном виде. Ну, никуда же нам не деться без этой нашей поэзии, да. Есть она, есть стихи. Правда, их с выражением здесь не рассказывают и наизусть не учат. Вот, я помню, когда я проходила практику в школе, я попросила девятиклассников учить стихотворение наизусть и рассказать с выражением. Для начала я им объяснила, что такое наизусть, и потом я еще объяснила, что такое с выражением. Они никогда такого в жизни не испытывали, но, скажу честно, выучили, и это было очень весело. Здесь все-таки мы занимаемся очень глубоко анализом поэтического произведения. Это тот юнит, а вот эти все штуки, которые мы обсуждаем, они называются юнитс, ну, по-русски как предметы. В университете будут юнитс, в цехе будут юнитс, такие блоки, блоки уроков, да, по темам. Никто не любит поэзию, ну, не встречала я еще детей и подростков, которые просто любят анализ произведения поэтического, а нам нужно писать 250-350 слов по одному стихотворению, а иногда нужно делать сравнительный анализ стихов. И там мы тоже ищем все эти поэтические девайсис, поэтик девайсис, которые мы сначала разбираем на примерах, а потом дети с хайллатером смотрят на стишок и пытаются их найти. Но мало того, после того, как они его найдут, они объясняют, что пытался донести автор и что он этим хочет сказать. И поэтому всему пишут такое аналитическое эссе. То есть довольно-таки круто. Ну и еще один блок, который присутствует в программе English Learning Area, это те важные виды текстов, которые нам необходимы, чтобы устроиться, найти работу и работать. Это наше резюме. Как правильно читать объявления о работе. И вот я преподаю сейчас такой предмет. Как писать letter of application. Что говорить на интервью. Вот я для своих студентов приглашаю человека, который будет проводить интервью в влогшоп. То есть я вот эти пунктики все делаю сама, а для интервью приглашаю. И как язык отличается от того, да, как написать рассказ или написать эсей, что и как нужно правильно делать в документах, которые относятся непосредственно к работе. То есть довольно-таки важная штука. Вот это вот все, ребята, и называется в Австралии английский язык. Мы не пишем там какую-то грамматику, но хотя это тоже есть на ранних стадиях, там 7-8 класс, они еще прорабатывают спеллинг, грамматические какие-то структуры, все это есть. Но вот на уровне 10 класса это различные виды текста. Мы предполагаем, что вы знаете минимум, ну, к концу 10 класса, наверное, 13-15 видов текста минимум. Мало того, что вы можете мне назвать этот вид текста, если я вам его покажу, но вы еще можете его произвести на бумажке, написать и учитывать стилистику, формат, слова каждого из этих видов текстов. Окей? Что бы еще нам было полезно? Это... О, ну как же оценки за это все ставят? Давайте мы посмотрим. Я думаю, что вот это, наверное, хорошая будет табличка. Здесь наша любимая A, B, C, D, E, E, которую мы понимаем, да? И разница, да, кто что получит, заключается в следующем. Ну, уберем сразу из нашей жизни, наверное, D, E, потому что мы русскоговорящие родители, да? У нас такое не случается в жизни. Давайте начнем с нашей любимой C. Что же означает эта самая C? Посмотрите. Будем смотреть на ключевые слова. Хорошо договорились? Не паникуйте. Сейчас я буду фонариком их вам показывать. Understanding of some genre patterns appropriate to the purpose and context. То есть, жанр, вид текста. Мы не все 15 знаем, но мы знаем несколькие и понимаем, как они работают. Мы умеем употреблять параграфы, правильно? Соединять текст. Мы умеем употреблять вокабуляр, который нужен для определенного вида текста. Мы умеем работать с пунктуацией, со спеллингом. Ну, то есть, в принципе, такое satisfactory sound, мы все умеем. Нет тут такого, что у тебя полный трояк, ты все умеешь. Тогда скажите мне, пожалуйста, чем отличается это от A и B? Вот тут, значит, умеешь, как хорошо, как глубоко. Вот давайте посмотрим даже на первую категорию. Мы посмотрим сюда, сюда и сюда. Здесь написано understanding of some genre patterns. Окей. Understanding of a range of genre patterns. Если сам, скажем так, ну, наверное, пять штук он знает. A range of genre patterns. Ну, наверное, знает десять. Вот вам, пожалуйста, и разница. Ну, как нам в звезды-то пробиться? Смотрим. Understanding of and sensitivity to a range of genre patterns appropriate to purposes, audiences and context. Здесь у нас не просто понимание различных видов, но глубокое понимание и на глубоком уровне мы чувствуем стилистику этого всего, употребляем ее правильно, безошибочно и очень четко. Вот, ну, такой высший пилотаж, да. Вот здесь мы это все знаем. Здесь мы это знаем, как говорится, на уровне более глубоком, таком отполированном, которому не придраться. И если взяться, например, за ту же самую пунктуацию, да, вот смотрите, вокабуляр, спеллинг, пунктуация. Давайте посмотрим здесь. На C. Употребляем абсолютно адекватный вокабуляр, который работает в контексте этого текста. Все окей. B. Ага, figurative language. Ну что, я там уже пару метафор включил. Уже лучше, правильно? То есть C, ничего такого плохого нет, но нет ничего особенного, да. А здесь у нас пару метафор уже лучше. Здесь у нас появляется слово sophisticated. Ну, то есть в вокабуляр мы берем словарь синонимов, да, находим любое слово, а потом находим к нему очень-очень фэнси-синоним, который употребляет кто-то очень редко, он очень длинный, сложный, спельный, безобразно, тяжело запомнить. Вот, пожалуйста, ваше sophistication уровень уже в вашем райтинге присутствует. Вот это и отличие. То есть C означает, дружок, ты адекват, у тебя все в порядке, ты ничего не завалил, ты научился тому, что тебя просили на вот таком нормальном уровне среднем, нормальных среднестатических людей. B, ну ты немножечко прогнулся чуть-чуть и добавил туда пару таких фишек, которые добавили твоему тексту, такой H, да, стало лучше. Ну, эй, ты просто звезда, вот читаешь и хочешь плакать. Вот примерно так и отличаются уровни 10 класс, английский язык, тексты, то, как вы на них отвечаете в письменной форме, анализируете, и то, что вы пишете конкретно на бумаге или печатаете. Надеюсь, вам стало немножечко понятней. И до следующих встреч. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова